Одежда, продукты, вода и медикаменты, все это отправлено в область Абай. Помощь в регион поступает со всего Казахстана, от волонтеров, бизнесменов, депутатов и просто неравнодушных граждан. На месте тушения пожара добровольцы организовали горячее питание для спасателей. А члены партии Аманат отправили 10 автобусов для эвакуации людей. Дельнас Насекенова продолжит. С самых первых дней пожара волонтеры и неравнодушные граждане стараются помочь пострадавшим от пожара в области Абай. Со всех регионов Казахстана отправляют землякам продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Только за один день в зону бедствия отправлено полторы тонны питьевой воды, 400 килограмм баранины, мяса птицы, 600 килограмм овощей и больше 100 литров масла. Руководители крестьянских хозяйств выделили две машины для доставки продуктов питания. Есть люди, наши спасатели, которые приходят с ожогами, у которых гематома, у них занозы в руках, ногах. Вчера мы еще одну партию завезли футболок, носков, то есть так как там угарный газ идет, у них недостаток кислого. Надо все это вывезти, поэтому везем им кефир. Еда горячая, напитки, чай горячий, также медикаменты. Для пожарных и лесников, которые борются с огнем, волонтеры организовали горячее питание. В Озерском сельском округе еда готовится и подается в двух местных хафе и школе. Мы при поддержке волонтеров уже четвертый день готовим еду для работников лесного хозяйства и пожарных. Запасов еды достаточно. Выражаем благодарность всем, кто протягивает руку помощи. С самых первых дней пожара волонтеры и неравнодушные казахстанцы пришли на помощь Бородульхинскому району. Вся гуманитарная помощь была загружена на спецавтотранспорт и направлена в район, где идет борьба со стихией. Около 150 волонтеров за три дня раздали полторы тонны продуктов питания. Также мы открыли сбор денег. Сейчас мы перемещаемся из Бородульха в Озерки, потому что ветер меняет свое направление и тем самым огонь тоже. Не осталось в стороне и партия Аманат. Партийцы собрали порядка пяти тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Они также организовали 10 автобусов для эвакуации граждан из зоны бедствия. Аманатовцы также встретились с местными жителями и пожарными, чтобы узнать об их нуждах. И всю эту помощь члены партии продолжают организовывать днем и ночью. Вчера мы отправили одну партию для помощи именно пострадавшим семьям, тем работникам, которые на сегодня находятся именно в трудных местах. Мы вчера отправили медикаменты, продукты первой необходимости, в том числе капли для глаз, гигиенические салфетки, вплоть до туалетной бумаги. Спросим, интересуемся, что им именно надо, первой необходимости. И эти продукты мы отправляем. Отмечу, в региональных филиалах партии Аманат открыты пункты приема гуманитарной помощи. Адреса этих пунктов сейчас на экране. Кроме того, сформированы волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крылажа Старуха. К слову, работу волонтеров отметил и президент страны. Касым Жомар Тукаев лично выразил благодарность всем неравнодушным казахстанцам. Отдельная благодарность волонтерам. Вы молодцы. Это крупное ЧП. Погибли 14 человек. Только что встретился с жителями. Очень тяжелая ситуация. Поэтому в такой момент мы, казахстанцы, должны держаться вместе. К массовой помощи пострадавшим подключаются бизнесмены и чиновники, а также депутаты маслехатов, представители Дома дружбы и Ассамблеи народа Казахстана. Дерина Засекенова, Ирина Якунина, Ахпатаба Зарбай, Астана Таймс.